Экономические вопросы В дополнение к основному финансовому документу глава области подписал план реализации бюджетной политики. Контроль за его исполнение будет строгим. От субъектов будет требоваться план финансового оздоровления субъекта, и вот этот план реализации налоговой и бюджетной политики, он ляжет в основу этого плана финансового оздоровления субъекта. И данные планы финансового оздоровления, они должны быть разработаны и в каждом муниципальном образовании. Экономия превыше всего. Такой лозунг выходит на первое место в работе правительства. С нового года на финансовые органы возложат контроль за государственными закупками в казенных и бюджетных учреждениях. Это поможет выровнять ценовую политику в регионе. Стоимость приобретения того или иного продукта или лекарства одним лечебным учреждением и другим разнится. Причем существенно разнится. Больше такого бардака не будет. Мы здесь очень серьезно наведем порядок. Мы научились считать деньги. Мы давали это поручение отраслям, давали это поручение муниципалитетам, чтобы вы сделали. К сожалению, многие не прислушались. Поэтому мы вынуждены поднять эту тему вот на уровень правительства. Губернатор поставил задачу выровнять и уровень жизни населения и муниципалитетов. Для этого будет создан экспертно-консультационный совет, который заработает уже с этой недели. Войдут в него ученые-эксперты, а вопросы будут касаться исключительно проблем муниципалитетов. Курированием совета займется вице-губернатор Александр Якунин. Реформирование ждет и ассоциацию муниципальных образований. С завтрашнего дня в пилотном режиме начнет реализовываться региональный проект «Муниципальная неделя». Стартует в Ишеевке с большого семинара-форума. Данная неделя, которая начинается буквально с завтрашнего дня, выездная, будет отражать одну большую тему. Это обсуждение основных параметров бюджета, регионального бюджета и муниципальных бюджетов. В муниципальное образование в течение всей недели будут выезжать рабочие группы, которые состоят из депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания, представителей региональной исполнительной власти, министры, зампреды, руководители департаментов и управлений. Есть и кадровые изменения. Советникам губернатора на общественных началах по взаимодействию с Ингелеевским районом назначен Вячеслав Ковер. На его плечи ляжет развитие этого многострадального муниципалитета. Экономия коснется самого аппарата исполнительной власти. Инициатива главы области по сокращению неэффективных расходов вызвала уже бурное обсуждение. Пилотным проектом интересуются на федеральном уровне. Понятно, что оптимальным, наверное, будет сокращение минимум 10% в течение года. Вот такое движение мы должны проводить по неэффективным расходам. Поэтому, Сергей Иванович, ваше протечение принято, мы уже работаем. В течение, я думаю, что этой недели мы будем по очереди собираться, наверное, с отраслями обсуждать со специалистами. Кадровые изменения прошли и в правительстве области. Если утвержденный губернатором глава Минспорта Сергей Кузьмин далеко не новичок, то исполнять обязанности министра культурной политики и искусству станет новый человек. Мы считаем необходимым для того, чтобы не парализовать деятельность отрасли, назначить Марию Сергеевну исполняющую обязанности для проведения дальнейших консультаций по кандидатуре, которая уже окончательно будет представлена вам. Потому что сейчас есть очень большое количество задач, которые необходимо решать, и нам нужен этот человек на этом позиции. Новые назначенцы отчитались о работе своих ведомств. Число главных сезонных задач министерств входит в подготовку учреждений к зимнему периоду и новогодним праздникам. Всего спортивных объектов, которых мы планируем использовать в регионе, это 415 спортивных объектов. Их стало больше, чем в прошлом году, но здесь в первую очередь даже не величина, а качество этих объектов улучшилось. Это, конечно же, наследие чемпионата мира, потому что и стадионы в Димитровграде, стадион Волга, стадион Центральный, они, конечно, иного качества сейчас подготовлены к массовому катанию, чем были в прошлом году. Из 415 площадок на сегодняшний день, Сергей Иванович, подчеркну, 50 в той или иной стадии готовности. Мы обращаем внимание муниципальных образований, что подготовить работу парков и скверов зимнего периода необходимо в соответствии со стандартом деятельности парков. И до 1 декабря, в срок до 1 декабря, необходимо проработать вопросы в обязательном порядке новогоднего оформления парков. Также необходимо продумать, как будет организована торговля горячими безалкогольными напитками и выпечкой. Экономия – это замечательно. Но забывать нельзя и про развитие реального сектора. Политика привлечения инвестиций продолжится. Даже один инвестпроект может принести огромные дивиденды. И измеряются они не только в денежном эквиваленте. На примере ветропарка это показал Александр Смекалин. Это отдельная технология по установке специализированных фундаментов. И под это одна из компаний уже закупила специализированное иностранное оборудование под развитие. Это и локализация, о чем мы сейчас очень ведем активные переговоры, лопастей, крупных лопастей для этих генераторов. И, соответственно, новый этап развития компании «Хемпель» по производству здесь, возможно, в дальнейшем под нужды специализированных красок. То есть принятие одного стратегического решения о развитии отрасли дало толчок развития целому комплексу предприятий на территории Ульяновской области. Развитие бизнеса станет приоритетным и на следующий год, который объявлен в области годом предпринимательства. Его проведение поспособствует привлечению ульяновцев к экономической жизни региона. План года сегодня подписан губернатором области. Перед нами стоит глобальная задача, сегодня сформулирована на федеральном уровне, о том, чтобы в 2018 году более 20% уже выпускников всех учебных заведений становились предприниматели и шли в предпринимательскую деятельность. И сегодня без понимания этого процесса нет у того региона или у той страны экономического будущего. А в уходящем году осталось еще одно важное событие, достойное его завершения. Очень важно нам отработать предновогоднюю тему, чтобы ни один ребенок не остался без подарков, чтобы ни один ребенок не остался без культурной программы. Убедительно прошу отнестись это как к личным детям. На этой предпраздничной ноте еженедельное аппаратное совещание завершилось. Егор Цтов, Юрий Конихин, новости ульяновской правды. Субтитры создавал DimaTorzok